Высокая температура, кашель и даже рвота. С такими симптомами попала в больницу эта 4-летняя девочка. На больничной койке малышка несколько дней. Мы дома где-то дня три проболели. У нас была температура 38, а вчера начало подниматься 39,5. Днем сбили, а к вечеру она опять поднялась. Поэтому мы вызвали скорую. Приезли сюда, здесь капельницу поставили, нам укольчик сделали. Сейчас 37,5 у нас. В среду утром проснулись, температура 38,8 высокая. Обратились в детскую больницу, нас послушали, отправили сюда, на Кировскую сторону. Температура повышалась, но, слава богу, вчера сбили. Мы первый раз сюда попали, я надеюсь, и последний. Из 48 пациентов этого инфекционного отделения у 38 диагноз – острая респираторная инфекция. Рост уровня заболеваемости врачи отмечают в последние несколько дней. Количество инфицированных продолжает увеличиваться. В среднем в день госпитализируют 11 детей. К нам поступают дети в первые сутки, вторые сутки, у которых отмечается гипертемический синдром 38, 39, 40. Есть поступают дети на седьмые, на восьмые сутки, которые лечились дома. К матерям не обращались за помощью к участковому педиатру, и в этих детей мы имеем осложнение. Ведущим осложнением является воспаление легких. На втором месте стоят бронхиты. При диагнозе ОРВИ в больнице ребенок пробудет до пяти дней, отмечают врачи. Если же возникнут осложнения, то лечение может затянуться на несколько недель. За последние семь дней заболевших стало больше в полтора раза, отмечает Ирина Бурлака. Основная масса 52% это дети. Уровень заболеваемости школьников не превышает эпид порога. Мы еженедельно мониторируем заболеваемость и ежедневно контролируем количество отсутствующих по школам и по классам в городе Макеевке. На сегодняшний день у нас есть единственная школа, где количество отсутствующих достигает 19%. По словам Ирины Бурлаки, максимального подъема заболеваемости ОРВИ следует ожидать в ближайшие несколько недель. Резкого же увеличения числа инфицированных санитарные врачи не прогнозируют.